Культура, мастерство, безопасность. Название областного конкурса водительского мастерства говорит само за себя. И это три главных составляющих на дороге. Для водителя автотранспорта это не просто слова, а правила. И вновь студенты колледжа со всего Подмосковья демонстрируют свои умения управлять автомобилем и знания ПДД. Этот конкурс проходит в Челковском колледже в 17 раз, но сегодня он совпал с еще одними соревнованиями. Среди кинологов, которые также проходят на территории колледжа, уже второй год. Одно из важнейших требований современной эпохи – это высокий уровень профессионализма. Чем бы мы ни занимались – педагогикой, варим ли обед, воспитываем ли собак, водим ли машину. В программе соревнований кинологов несколько заданий, пройти которые непременно должны все участники. А это порядка 40 кинологов, конечно, четвероногие стражи правопорядка. Международная полицейская ассоциация, общественная организация ветеранов органов внутренних дел проводит такие мероприятия ежегодно уже на протяжении 11 лет. В этом году мы посвятили это мероприятие 110-летию кинологической службы России, которая ведет свое начало с задержания убийц в Бронницком районе Московской губернии доберманом по кличке Треф. Это начало истории кинологической службы МВД России. И сегодня она продолжается. Собака – друг человека, а в данном случае коллега. В годы стремительного развития технологии по обнаружению опасных веществ и предметов изобретения человека все же уступают четвероногим товарищам. Это бельгийская овчарка по кличке Яры. Ему всего полтора года. На службе недавно. Яры только прошел обучение. Вообще бельгийские овчарки очень активные собаки. Хорошо поддаются дрессировке. Это первые соревнования Ярова, но с поставленной задачей, а именно обнаружить специальную закладку в автомобиле, пёс справляется за считанные минуты. На соседней же площадке участники конкурса водительского мастерства студенты подмосковных колледжей проходят теоретический тест. Участники у нас со всех практически муниципалитетов Московской области, 17 команд. Мероприятие связано с оценкой и привитием культуры поведения на дороге молодых профессионалов. Тех ребят, которые в дальнейшем будут у нас двигать экономику, будут заниматься в отрасли автомобильного хозяйства, которые в конечном итоге будут формировать повестку дня в области автомобильного транспорта. В целом же конкурс напоминает сдачу экзамена на водительское удостоверение. И здесь также строго. Шпаргалкой точно не воспользуешься. Всё под контролем госавтоинспекторов. Итак, сдав теорию, переходим к практике. Отправляемся за руль. Только не автомобиля, а вот такого специального тренажёра. Однако здесь все правила такие же, как и на настоящей дороге. А без определенных знаний не обойтись, как и без культуры, мастерства и безопасности. Пусть это и не настоящая дорога, каждая ошибка учитывается. Максим учится в Коломенском аграрном колледже на мастера технического обслуживания машино-тракторного парка. Говорит, выбранная профессия нравится, как и само вождение автомобиля, к которому он относится ответственно. Вот и решил принять участие в конкурсе. Признаётся, что сложнее всего было выполнить теоретическую часть соревнований. Сложнее, мне кажется, как по ПДД. Вождение не особо, мне кажется. А после участники конкурса оправляются на следующий этап. Это автодром. Здесь продуман маршрут с разными заданиями, разворотами, проездами. Нужно сказать, ребята справились с поставленными задачами. Главное, чтобы и на дороге их вождение соответствовало трём важным факторам – культуре, мастерству и безопасности. Анна Балиет, Валерий Жеглейтель, радиокомпания «Щелково». Спасибо. 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 Спасибо.